Более 200 километров автомобильных дорог будет отремонтировано в республике в этом году. Масштабный ремонт проходит и в столице, благодаря национальным проектам и федеральным программам. Отметим, что жесткий контроль за расходованием целевых средств и качеством производимых работ ведет и руководство нашего региона, и профильное министерство. Мои коллеги продолжат тему. Для дорожников республики наступила горячая пора. В Марио реализуется сразу несколько проектов по ремонту дорог. Главный из них – федеральный, безопасные и качественные автомобильные дороги. Не обошел он в сторону и столицу республики. Сразу на нескольких улицах города идут дорожные работы, а некоторые участки уже завершены. Сегодня мы посмотрели участок улицы Кремлевской до Осипенко. Посмотрели участок Осипенко, небольшой участок, 200 метров. Были на улице Анциферова, посмотрели улицу Баумана. То есть, в принципе, работы все идут в графике по Кремлевске, как можно сказать. Ремонт улицы Баумана немного осложнен переносом коммуникаций, которые связаны с обеспечением водоснабжения. Работы идут в полном контакте со снабжающей организацией, поэтому задержка здесь будет небольшой. Более 90% асфальта уже уложено. Не забыли при этом и про благоустройство прилегающей территории. Также в завершающей стадии находятся и все работы на улице Лебедева. Ну а затем все силы будут брошены на улицу Карла Липнихта. Этот объект давно нуждается в ремонте, поэтому фронт работ здесь значителен. Самый главный объект, который на сегодня сложный и главный объект, это улица Карла Липнихта, в которой мы сейчас с вами находимся. Ведутся подготовительные работы по лотковой части, по устройству лотковой части, с демонтажом бордюрного камня. Буквально уже со следующей недели массово приступим к фрезерованию данного участка. Конечно, сложный объект в улице, но не видим ничего сложного. Я думаю, к концу июля мы полностью здесь закончим все работы с укладкой верхнего срока. Это самый поздний срок, который мы ставим себе. Незабытый магистраль в створе улиц Кирова и строителей. Объект будет сдан значительно раньше срока, который датируется 2023 годом. Все необходимые лимиты были переброшены вовремя. Поэтому уже в этом году столица получит новую транспортную развязку. Сейчас так отработаем. Планируем его начать в течение 10 дней. Мы, я думаю, в течение 10 дней уже приступим к производству работ. Сейчас уже проведены геодезические разбивочные работы. Подрядчик планирует объект, законченный республиканской дороги, Шебулак-Цебекнот-Тумер. И переходим на устройство как раз по данному участку. Поэтому практически мы накрываем все улицы. Также у нас задели улица Лебедева. Планируем через 5 дней уже приступить к укладке асфальтобетона. И разворачивается на улицу Вашской. То есть, в принципе, я считаю, что темпы набраны неплохие. Самое главное, что, как мы поставили перед собой задачу, максимально сделать все возможное, чтобы нам до 1 сентября закончить все работы по устройству верхних слоев асфальтобетона, за исключением оставить на благоустройство тротуарной зоны. Еще один важный момент – ремонт моста через Малую Кокшагу по Ленинскому проспекту. Ограничение движения повлечет за собой временные неудобства. Но дорожники приложат все усилия, чтобы закончить ремонт в кратчайшие сроки. Самое главное для нас – это мы считаем, что на сегодняшний день важный объект – это ремонт моста через проспект Ленин, центральный мост. Такой значимый объект, который вызовет определенные транспортные проблемы. Мы понимаем, но не ремонтировать данный объект нельзя. То есть на сегодняшний день выделено финансирование. Город проводит конкурсные процедуры. К концу июня мы должны уже закончить конкурсные процедуры. И в июле месяце начинаем производство работ по данному объекту. Берем для себя максимальные такие короткие, жадкие сроки. Выходим на круглые сутки. Максимум берем в течение двух месяцев по устройству. И первым сентября, чтобы нам пустить движение. Сделаем все возможное, чтобы более короткие сроки, как можно жестче подойти к контролю и к выполнению данным работам, чтобы максимально сбалансировать сроки и сделать его в короткий период. Отметим, что ремонт дорог идет по всей республике. Поручение руководителя региона Юрия Зайцева выполнено точно в срок. Движение по объездной дороге у города Волжска восстановлено в полном объеме. На очереди новые участки ремонта. Контроль за сроками исполнения и качеством работ по-прежнему останется пристальным. Редактор субтитров А.Семкин